С 5 по 28 ноября в городе Нарва проходят дни сортировки отходов. О том, в чем суть этой акции, мы расспросили главного специалиста службы окружающей среды Арину Королеву. Это европейский проект и идея идет из Брюсселя. Цель проекта это охватить как можно больше стран, чтобы они участвовали в этом проекте. Совместно поднять проблемы, связанные с защитой окружающей среды. И конкретно, если говорить о нашем проекте, это проблемы, связанные с засорением территории и с подлинными отходами на свалке. В рамках европейского проекта в Нарве на следующей неделе будет организована акция под названием «Неделя уменьшения возникновения отходов». Несмотря на сложность названия, закоровок очень хорошо отражает суть самой акции. Неделя уменьшения возникновения отходов пройдет с 20 по 28 ноября. Нарва участвует в этом проекте уже во второй раз. И у нас предусмотрены различные мероприятия, целью которых является обратить внимание жителям на проблемы, связанные с отходным хозяйством. И я хочу обратить внимание на то, что девиз компании это то, что наилучший мусор считается тот, который не был произведен. То есть, если мы меньше будем производить мусора, то, соответственно, будет уменьшаться и количество, которое затем уже направляется на свалку. В рамках европейского проекта на суть телезрителей был представлен рекламный ролик, призывающий людей задуматься о том, что количество отходов в Европе и во всем мире неуклонно растет. Социальная реклама, сделанная со вкусом и долей иронии, наглядно демонстрирует зрителю, что порой кое-что из идущего в контейнер изначально можно было бы просто-напросто и не покупать. Поэтому мероприятия, которые мы предусмотрели, направлены прежде всего на то, чтобы избегать возникновения отходов. Например, 28 ноября в Доме культуры Ругадих пройдет Блошиный рынок. Там люди могут продавать какие-то вещи, которые им больше не нужны, например, пригодятся кому-то другому. То есть эти вещи не пойдут на свалку, а будут еще раз использованы. Мы приглашаем всех жителей на этот Блошиный рынок и предлагаем также поучаствовать в качестве продавца. Для этого необходимо зарегистрироваться у нас. Можно позвонить по телефону 99 195 и зарегистрироваться. Все место, столы, стулья, все предоставляется бесплатно. Ну и, конечно же, ждем посетителей Блошиного рынка и участников других. Также в рамках Дней борьбы с отходами в Нарве будут проводиться следующие мероприятия. Это и конкурс по сбору упаковки среди жителей частных домов, проводящийся с 5 по 28 ноября. Это и кампания по сбору старой одежды, запланированная на 27 ноября и названная рубашкой «Моя упаковка». Сюда же можно отнести и круг сбора электроботовых и опасных отходов, запланированные на ближайшие выходные. Также у нас проходит конкурс по сбору макулатуры для квартирных товариществ. Он проходит до 11 декабря. Подробности можно найти на нашем сайте. И заканчивается он кругом сбора макулатуры. Все остановки, куда можно будет передать накопившуюся бумагу, они находятся в интернете. Или также вы можете позвонить в нашу службу, я расскажу все. Ввиду активности у строителей акции возникает вопрос о востребованности подобных мероприятий со стороны самого населения. Интерес есть и если судить по прошлому году, то есть когда мы проводили блошиный рынок и у нас была также акция по сбору старой одежды и обуви, которая также пройдет и в этом году. То есть люди даже спрашивали, ой, а когда будет еще раз, будет ли вы еще организовывать подобные мероприятия. Поэтому мы, исходя из этих комментариев, находим, что интерес есть. Основное правило это заключается в организации у себя самого дома, то есть сортировке на месте. Лучше всего узнать, какие есть возможности конкретно во дворе, например, сколько контейнеров в квартирном товарище, есть ли для бумаги, есть ли для упаковки. И организовать у себя дома, то есть решить, что с этого дня я кладу в этот пакет бумагу, в этот пакет я кладу, например, упаковку. И так же, как и обычно, как простой мусор, я выношу это у себя во дворе. Или если у вас возникают другие виды отходов, например, опасные или электроника, то у нас в городе есть место, куда все это можно передавать бесплатно. Прежде всего, это сортировочная станция по РАХУ-3Б. Также вы можете, если нужна дополнительная информация, нам позвонить, есть какие-то вопросы. Всегда там принимаются эти виды бесплатно, вы можете их передать. Мы начали, например, конкретно возьмем смешанную упаковку, начали раздавать, наверное, вам известно, контейнеры, бесплатное пользование. И их достаточно быстро разобрали. К настоящему моменту у нас очень мало осталось контейнеров. И это говорит о том, что люди пользуются данной услугой. И отклики от председателей квартирных товарищей, что очень позитивные. Буквально сокращают расходы в два раза, то есть сортируя отходы. Когда мы говорим о защите окружающей среды и делаем какие-то действия, они всегда связаны и с экономической составляющей. Сортировка мусора – это как действие направлено на защиту окружающей среды, так и экономия для хозяина. Во-первых, говорят, природа будет меньше, так, наверное, все-таки расходы по сортировке меньше будут, чем потом по вывозу. Я так считаю. Ну, я считаю, что это надо сортировать. А мы уже привыкли. Сначала было как-то это непривычно, а сейчас даже как-то сами руки тянутся, когда обрабатывается это, чтобы там легче было сортировать, удобнее. У вас есть различные контейнеры, куда вы просыпаете? Ну, у меня только мешочки. Один есть ведерко, а два мешочка. Сюда я пакеты под молока, сюда бумагу, а в ведро отходы. И вот так все время у нас так привыкли мы уже. Я думаю, что это хорошо, это нужно делать. Все-таки это экология, сжигать нельзя. И чтобы в чистоте держать город. Ну, а помойка, если у нее все в кучу сбрасывать, то представляете, сколько там работы, чтобы сортировать. Да сейчас люди все такие стали, что уже понимают все, они все сортируют. Все. А у нас контейнеры приходят там, как иногда, так вот грузим там, все, что попало. Это нужно вообще? Зачем нужно столько ящиков? А я даже и не знаю. Нет, больше дела. Да я живу одна, у меня отхода нету. И вот ящики стоять, куда бросаем мусор. Сортируете сами мусор? Да, как же, коробки и банки, и мусор отдельно, все. У нас хорошо в отношении там. А вот газеты получаем целыми сопами, накапливается, куда их выбрасывать мусор. Знаете, отвратительно отношусь, отвратительно. Ну, не совсем приучено, не сортирую по пакетикам. Не все, так скажем. Ну, кому-то за это заплатили деньги, значит, кому-то это нужно. Хорошего дня. Наверное, реклама в почтовых ящиках, это неправильно. Ну, я не знаю, насколько это актуально. По-моему, это актуально всегда в любом время. Легко было привыкнуть к этому? Нет, еще до сих пор даже не привыкну. Берите.